Ребят, здорово! Это видео из серии «Что у Шамшурина в багажнике?». В багажнике у Шамшурина следующая херня, я решил поделиться с вами. У меня здесь мультиварка, сука. В чём прикол, да, что моя любимая мультиварка с моей ещё холостяцкой жизнью. Моя любимая женщина долго просила меня выкинуть. Они поссорились? Был конфликт? Они не могли терпеть друг друга, да. История такая, что в какой-то момент она всё-таки, извините за мой французский, пошла пиздой. Причём она ещё там работает, зажигается, но она не варит. И в итоге прекрасное утро я обнаружил, что она стоит возле порога. То есть я так понял, что её надо выкинуть. И что я сделал? Она говорит, всё, давай выкидывай. Либо я, либо она. Да, либо я, либо она. Я беру эту мультиварку. Правда, мы так поржали, когда она открыла багажник, а она не в мусорном бедре, а здесь. В итоге я не смог распрощаться с моим любимым предметом, да. И я всё, я не знаю, зачем я ввожу, потому что, ну, возможно, я её там сдам в ремонт или починю сам. Как говорится. Я говорю, надо сказать, что ты починишь сам и сдать в ремонт. Да, а потом прийти и сказать, смотри, я всё сделал сам. Не знаю, но оно мне ещё пригодится. Что у меня здесь ещё? У меня здесь есть портфель, у меня здесь есть рыболовная сумка. То есть, всё-таки... Покажи, что там. Бля, там такой пиздец у нас вообще. Старость, не радость, короче. Половину я пообрывал недавно. Обычно, когда я открываю такие сумки оттуда, я не знаю, с какой стороны открывать и всё вываливается. И сколько раз отвечаю, просто 10 из 10 у меня было. А я, короче, кайфую от такой штуки. То есть... Покажи поближе. Да там какие-то рыбки. Рыбки же будут. Я такого не понял. Вот этого никогда никто не видел. У вас такое нет. Это тайская фигня, короче, для ловли кальмара. Но она просто здесь ради прикола. Короче, смотрите, насчёт медитации и рыбалки. То есть рыбалка это, в моём понимании, тоже некая медитация. Ну, ещё даже мастурбация иногда, когда не клюёт. А ты ходишь, ходишь, кидашь, кидашь. И фишка в том, что до 19 лет я очень любил рыбачить. Потом, когда в первый раз в 19 лет я попробовал женщину на вкус. Ну, не в смысле, там, под соусом. Я её как-то... В общем, так получилось. Вот. И после этого я забыл о рыбалке, там, на ближайших, там, 12-15 лет. Не знаю. И тут в какой-то момент просто мы с моей любимой поехали куда-то, не знаю, на природу. То есть я увидел рыболовный магазин, думаю, дай попробую. Я так кайфанул, ребят. Вот. Ну, найдите себе то задание, которое... занятие, которое позволяет вам выключать голову, где вы ни о чём не будете думать. То есть это такая медитация, такой релаксность, это природа, это удочка, это все вот эти там хуёвины. То есть для меня это очень круто, ребят. Всем советую. Если... Ну, если не на рыбалку, то хотя бы наркотики, не знаю. Хотя бы... Хотя бы... Кокаин, что ли. Ну, что ещё у меня? У меня здесь есть, конечно же, я любитель пожрать удочки. Какое место любишь Вова больше всего? Я люблю... Ну, сам жарить. Жареное мясо. У меня есть верёвка, но это для того, чтобы можно было повесить в нынешний раз. Ты не поверишь на меня. Нет, серьёзно, а зачем она нужна? Не-не-не, у меня даже есть вон что. У меня есть якорь. Кошка. У за коров есть такие кошки называются. Ну, короче, это засовывается в ректальное отверстие, и буксируется человек, ну, если он хочет от тебя убежать. Ну, серьёзно, скажи, что это такое, зачем она нужна? Так это якорь для лодки, чувак. Смотрите, ребят, самое главное, что у меня там есть, это вот это вот... Да-да-да, это граната. Если меня остановит ДПС и скажет, что у вас есть что-нибудь запрещённое, я могу сказать, что у меня только граната, у которой есть сердец. И, собственно говоря, осталось всего пять дней, ребят, для того, чтобы вы успели вот эту гранату, скажем так, увидеть у себя дома. Нихуя себе, нативная реклама. Да, нативная реклама гранаты. Через пять дней мы закрываем продажи. Книжка придёт к вам уже в начале сентября, ребят, то есть она придёт с видеокурсами. Что мне особенно приятно, что уже очень много экземпляров заказали, и даже не это, а то, что она же идёт вместе с видеокурсами. И уже ребята пишут, задают вопросы по этим видеокурсам. Они говорят, мы уже делаем задания. Не все, конечно, не все. Кто-то говорит, да-да, да-да, завтра, завтра. Ну вот. Но многие уже делают задания с этих видеокурсов. И, собственно говоря, ребята, осталось пять дней. Ссылочка под этим видео. Увидимся с вами в моей книге. Давай сделаем вот так. Ба-ба-ба-бам. Ба-ба-бам.